Познер считает, что лет через 50-60, это, наверное, вгляд со стороны он иностранец. Ремчуков даёт срок 15-20 лет. Иларионов считает, что Россия никогда не станет нормальной страной, отстала навсегда. А как считаете вы? Я считаю, что шанс стать нормальной страной в России есть всегда, постоянно. Вопрос заключается в том, воспользуется ли российская власть этим шансом. Потому что в стать нормальной страной в России нужно, строго говоря, всего две вещи. Это свободные выборы и гарантии независимости судей. Всё. Если, так сказать, власть пойдёт на это, то, соответственно, Россия довольно быстро станет нормальной страной. А если нет, то нет. В конце концов, есть же страны, которые не стали, так не стали, в нашем смысле слова, нормальными странами в течение, там, знаю... Полутысячелетия, как, там, Бразилия, я не знаю, завоевали эти самые испанские конкурестадоры, или там, ну, вся от Латинской Америки. Так они так вот, и всё гужуются со своими диктаторами, понимаете, ничего. И, наверное, в ненормальных странах живут большинство, в ненормальных, в кавычках, странах живут большинство населения планеты. Так что, так что вот. Вот вам как раз про Россию, как раз пришёл черёд рассказов под названием «Конфеты Достоевского». Вот конфеты, которые моей прабабушке-гимназистке... А, можно? Давай. Как это приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я рассказала очень важный, очень серьёзный, это действительно настоящий такой исторический депос на четырёх страницах. А как на четырёх? На двух, дорогой. Ну, ей на четырёх. Он написан от лица женщины. Я очень люблю его читать, и... Меня зовут Ксения Драгунская. И когда я сейчас выступаю, я читаю свои рассказы, или актёры читают мои рассказы, мои вьесы. Но этот рассказ я всегда включаю, потому что он мне безумно нравится. Я считаю, что это великий рассказ. Конфеты Достоевского. Вот конфеты, которые моей прабабушке-гимназистке подарил Достоевский. Конфеты, конечно, съели. Ну, вот красивая жестяная коробочка, в которой лежали конфеты. Коробочки больше нет. Прабабушкин сын взял эту коробочку, чтобы держать в ней табак, когда ушёл на войну. Но в войне его убили и закопали вместе со всеми. Может, с этой коробочкой тоже. А вот буфет. В нём на полке когда-то стояла красивая жестяная коробочка из-под конфет. Который моей прабабушке подарил Достоевский. Буфета больше нет. Его сожгли в печке зимой. В войну. Но, кажется, не в ту, когда убили прабабушкиного сына, то есть моего дедушку. Кажется, это была другая война. Но вот комната, где стоял буфет, на полке которого стояла коробочка из-под конфет. Комнаты тоже нет. Её разградили на три. На вроде бы гостиную, якобы спальню и маленький закуток, как бы прихожую. Потому что в коридоре держать пальто было опасно. Украдут. Зато осталась квартира, где была комната, в которой стоял буфет. А на полке была красивая шестяная коробочка из-под конфет, которую моей прабабушке подарил Достоевский. Тогда она была гимназистом. Ей было 12 лет, кажется. Это было в 80-м вроде бы. Потом эту квартиру забрали под какую-то контору. Центр снаб, сбыт, торт. Ах, разве запомнишь? Вот дом, в котором по второму этаже была эта квартира. В которой была большая комната, два окна, с круглым столом, шесть стульев, диван и люстры с шарами. А между окнами стоял буфет, где на полке была коробочка из-под конфет, подаренных Достоевским. Кажется, в ней тоже держали конфеты. Дом сгорел, на его месте построили летний кинотеатр. Потом к нему попала бомба. Несчастливое место. Осталась улица, на которой стоял кинотеатр. На месте дома, в котором была квартира, где была комната, где стоял буфет, в котором на полке между фарфоровой сахарницей и серебряным молочником стояла шестянка из-под конфет. Фемейная реликвия. Достоевский подарил прабабушке, гимназистке. Прабабушкина мама почему-то не любила эту историю. Но прабабушкин папа велел, чтобы коробочку собранили. Все-таки Достоевский. Бомбежки, однако, продолжались. Выбомбили почти полгорода. Поэтому после войны все перепланировали. Город стал совершенно не похож на то, что было раньше. Так что остался город, в котором когда-то была улица, на которой стоял летний кинотеатр, на месте дома, в котором была квартира, ну и так далее. Я устала повторять. Хотя, если вспомнить, что по этому городу когда-то ходили гимназистки, и сам Достоевский заезжал сюда в гости к своему дальнему родственнику, и был литературный вечер, и моя прабабушка прочитала наизусть последнее письмо Вареньке Доброселу и к Макару Девушкину. Если это вспомнить, становится нам легче. Потом в городе закрыли трикотажную фабрику, и завод-электроагрегат в их корпусах устроили торгово-развлекательные центры. Ну, просчитались, наверное. Нечем торговать. Некого развлекать. Люди разъехались. Дома перестали подавать теплую воду. Две зимы, и города больше нет. Дома развалились. Старят поблескивая битыми стеклами окон. Между ними растут лиловые свечи и ванчая. Это очень красиво. Луговое и травяное. Совсем лиловое место. Где был город, в котором была улица Кирова, на которой стояла летняя киношка-авангард, на месте которой стоял дом. Улица, когда была не Кирова. А Николаевская или Павловская, Господи, да какая разница, дом, в котором на втором этаже, поднявшись по лестнице налево, была квартира, в которой была большая-пребольшая столовая, в которой стоял буфет с цветными колоннами, и мраморной доской. И на полке за стекленной дверцей стояла жестяная коробочка из-под конфета. Достоевство. А это я. Мне уже 82. То есть, это, конечно, не я. Это мое мертвое тело. Его везут на каталке под длинного больничного коридора. Он застелен линолиумом. Стыки закрыты плоскими рейками. Каталка чуть подскакивает, и болтается моя голова, которая еще сегодня утром помнила лиловые заросли, иван-чай на месте города, где когда-то была улица, на которой стоял дом. Дом, кстати, был трехэтажный, с одной парадной, на шесть квартир. Прабабушкина была во втором этаже, левая, то есть номер три. Но уже хватит. Вот меня привезли, а вечером будут резать, потрошить живот и пилить череп. Неужели они хотят там найти красивую жестяную коробочку из-под конфет, которую моей бабушке Аклая Тимофеевне подарил Достоевске? Или не будут? Зачем нужно вскрывать старуху, которая умерла на 83-м году жизни? Нет, не надо. Так даже лучше. Жаль, что я не попробовала у тебя конфет. Дорогой писатель Достоевский, где моя конфета? Круглая, шоколадная, с марципановой начинкой, обсыпанная вафельной крошкой. Спасибо. Боже, как вкусно! Простите, что я так и не дочитала ваш роман «Бесы». Спасибо. Браво!